Новый день на канале СТВ начинают корреспонденты службы новостей в студии Юлии Александрова. Доброе утро. Избирательная кампания в Беларуси приближается к кульминации. В стране сегодня стартует досрочное голосование по выборам президента. Оно продлится 5 дней. Исполнить свой гражданский долг можно будет с 10 до 14 и с 16 до 19 часов. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность. Бланки для голосования будут выдавать по предъявлению паспорта или справки органов внутренних дел о его утере. Военнослужащим понадобится военный билет. Если по каким-то причинам паспорт отсутствует, а избиратель внесен в списки для голосования, то бюллетень можно получить после предъявления служебного удостоверения госслужащего, студенческого билета, пенсионного удостоверения с фотографией или водительских прав. Голосовать в Беларуси можно только по месту регистрации. Члены городской комиссии будут присутствовать в 10 часов на открытии участков, на процессе опломбирования урн, будут смотреть за соблюдением законодательства в том числе. И в последующем, до дня, непосредственно дня выборов, каждый день мы будем также объезжать и смотреть начало работы, процесс работы, процесс голосования, нахождение наблюдателей на избирательных комиссиях, оказывать различную помощь в том числе. Напомню, основным днем выборов главы белорусского государства станет 11 октября. Ожидается, что отдать свой голос за того или иного кандидата смогут чуть более 7 миллионов избирателей. Евросоюз и Турция будут вместе бороться с растущим потоком мигрантов из Западной Африки и Ближнего Востока. В Еврокомиссии представили новый план, который направлен на улучшение защиты границ стран ЕС. Согласно документу, Турция и Греция начнут совместно патрулировать восточную часть Эгейского моря. Службы контроля будут проверять подозрительные суда, нелегальных переселенцев не пустят на территорию Союза, а отправят назад в Турцию. Там для них создадут специальные лагеря, которые будет финансировать Европа. Отмечу путь в ЕС через Турцию. Один из кратчайших для беженцев от побережья страны до греческого острова Кос всего 4 километра. Нобелевская неделя набирает обороты. Сегодня в столице Швеции, Стокгольме, назовут лауреатов премии в области физики. Среди потенциальных кандидатов американка Дебора Джин, исследователь одноатомных газов австриец Краус Ференс и канадец Пол Коркум, работающая в сфере атосекундной физики. Однако, по мнению экспертов, велика роль того, что Нобелевской премией в этой области в нынешнем году наградят исследователей космоса. Скоро интрига разрешится, а между тем в Стокгольме в ближайшие дни объявят обладателей престижные награды по химии, литературе, экономике и премии мира. Первый участок Второй Минской кольцевой откроют сегодня для движения транспорта. Дорога протяженностью свыше 27 километров пролегла между двумя трассами М3 и Р-28. Они соединяют столицу с Витебском и Нарычью. На этой части пути установлено барьерное ограждение, нанесена разметка, завершены отделочные работы. Добавлю, до конца года открытый участок планирует продлить до более чем 46 километров, достигнув автомагистрали М6 Минск-Гродно. Таким образом, будет завершен первый этап строительства МКАД-2, начатый в прошлом году. Дальше дорожники устремятся в сторону М1, добраться до трассы Брест-Минск-Граница России они планируют до 1 января 2017 года. Отопительный сезон стартовал в Беларуси. Сегодня в Минске тепло начнет поступать в школы, детские сады, больницы и другие социальные учреждения города. Такое решение принято в связи с неблагоприятными прогнозами синоптиков. Завтра батареи потеплеют в жилых домах. Для того, чтобы полностью подключить жилфонд столицы к отоплению, понадобится 3-4 дня. К слову, в республике уже все готово к приходу зимнего минуса. Паспорта к готовности получили жилищно-эксплуатационные службы, жилой фонд, учреждения образования и здравоохранения. Созданы необходимые запасы различных видов топлива. Меж тем, холодная погода может продержаться в Беларуси до середины октября. Резкое похолодание к нам принес скандинавский антициклон. Арктическое вторжение будет сопровождаться северным ветром, ночными заморозками и низкой дневной температурой. В среднем она будет на 3-5 градусов ниже нормы. Так в ночные часы в большинстве районов страны ожидаются заморозки до минус 5-7 градусов. Днем столбики термометров будут показывать всего 2-9 тепла. А ближе к выходным белорусы увидят и первый снег. На этом выпуск завершен. Заходите на наш сайт ctv.by, звоните, делитесь своими новостями по телефону горячей линии 290-66-00 или 1-600-700. До встречи в половине восьмого утра.